всем привет меня зовут александр ефимов и вы в гостях у компании papillons сегодня я расскажу вам о том что такое полимерная каландрированная пленка и зачем ее применяют оказалось это не такая простая задача потому что ее отличие от обычной маномерной пленки не так-то и очевидны но на самом деле при более ближнем рассмотрении оказывается что полимерная пленка имеет свои неоспоримые преимущества давайте расскажу вам как мы это выясняли мы взрывали тянули тянули безмена мы натягивали одновременно мы их сажали обратно с феном и вот что я вам могу сказать первое полимерная пленка она более эластичная и если вы используете ее в качестве как бы и обтягиваете какие-то фигурные объекты но самый яркий пример это авто винил и естественно куда брендирование автомобилей особенно с печатью то это вам нужно именно полимерная пленка а также если вы используете ее в качестве носителя какой-то информации для долговременного использования то конечно выбор нужно делать в пользу полимерной пленки против мономерной давайте разберем почему небольшой научный экскурс чем же отличается полимер от мономер по сути их разница в молекулярной структуре полимер слово поле означает много как поливитамины например а мономер обозначает один ну как монозвук я не знаю что проще было запомнить и так молекулярная структура полимер является высокомолекулярным веществом процесс полимеризации это процесс соединения из маленьких звеньев мономерных большой длины молекулы полимера то есть в полимерной пленке молекулы большего размера они длиннее на практических свойствах пленки это отражается как лучшая эластичность а также дольше срок службы пвх вот собственно и все у меня в руках кстати отличная пленка кемика именно на ней мы делаем испытания кемика как полимерная так и мономерная на самом деле вы тут провели даже эксперимент что их на ощупь можно отличить полимерная пленка она мягче она ближе такой вот как жвачки мономерка она когда ты мнешь она больше ближе как вот бумага мнется складывается такими вмятиями соответственно и разглаживается полимерка значительно интереснее я иногда путаю эти термины вы уж меня извините бывает так вот полимерная пленка она является единственным вариантом на самом деле для печати на ней и нанесение на автомобиле в качестве брендирования даже по сравнению с литыми пленками объясняю почему литая пленка имеет очень долгий срок службы ну это действительно как бы крутые пленки но а сама печать более трех лет в принципе уже начинает высветать поэтому использовать литую пленку которая провисит на автомобиле 10 лет с печатью бессмысленно потому что уже через пять лет у вас печать не будет на видна к тому же я думаю понадобится какой-либо ремонт таким образом получается что вы переплачиваете или ты и пленки я думаю будет интереснее всего использовать в качестве аппликаций там да это актуально здесь рекламные носители все это конечно мономерные пленки естественно против дешевых китайских носителей против аракала 641 каландрированного мономерного конечно полимерка будет всегда выигрывать посмотрите пожалуйста на вот этот вот эксперимент с безвеном когда мы натягиваем полимерную пленку на 10 килограмм она растягивается значительно больше чем мономерная пленка когда мы и натягиваем также нагружая на 10 килограмм если мы прикладываем максимальную нагрузку к обеим пленкам одновременно они растягиваются на одинаковое расстояние и при этом рвутся почти одновременно на супер замедленной пленки видно что именно полимерная пленка рвется 2 в обеих случаях также обратите внимание на вот этот эксперимент с нашим импровизированным вакуумной машиной а здесь мономерная пленка вытягивается не сильно а полимерная пленка настолько сильно вытягивается что даже в конце концов лопается это не говорит о ее прочности как бы более низкой это говорит о ее более высокой эластичности то есть без фена на холодную без прогрева эта пленка вытянется лучше чем мономерную возвращаются при помощи нагрева феном эти пленки примерно одинаковы обусловлено я думаю это тем что обе эти пленки на самом деле от очень качественного производителя это кемика глянцевая только одна мономерная другая полимерный ребята я конечно уверен что у нас найдутся сейчас разнообразные эксперты которые скажут да ты ничего не понимаешь кто каландрированную пленку клеит на автомобиль туда можно наклеить только литье ну да литье литые диски кстати говоря очень часто встречаются на личных автомобилях также летая пленка используется в автовиниле в единичных экземплярах для каких-то личных целей которые люди себе делают но тем не менее когда коммерческий парк какой-нибудь там каршеринг маршрутки все проще это конечно в больших тиражах делается каландрированными пленками всегда я не думаю что кто-то будет с этим спорить и естественно полимерная пленка значительно лучше подходит для этого у нее дольше срок службы чем у мономерки у нее сильнее кстати говоря клей потому что он на другой основе он на совет на основе здесь мономерки большинстве своем на водный и это материал который легче поддается формировать и естественно лучше себя ведет потом после того как он сформировался кстати вот посмотрите здесь вот этот эксперимент с кругами отлично демонстрирует то что мономерная пленка с большим усилием растягивается за счет этого когда мы вогнутую поверхность вот как здесь приклеиваем то она отрывается быстрее и легче чем полимерная пленка полимерная пленка лучше подходит для фигурных поверхностей поэтому за счет более сильного клея и за счет эластичности лучше то есть меньшее усилие на то чтобы растянуть нужно она обратную усадку будет давать значительно меньше потому что у нее сильнее клей и она меньше тянет обратно в отличие от мономерной пленки здесь на эксперименте круга с кругами это отлично видно когда мы берем круги кладем и центральной вдавливаем мономерно молниеносно отклеивать полимерной до сих пор держится таким образом мы можем понять что полимерные пленки эта пленка на долговременное использование то есть если вы клеите как бы там навсегда грубо говоря дать напечатали помещение будь то или где-то снаружи для уличного использования вы используете полимерную пленку если это временное там месяц два-три то да можно там дешевый китай использовать можно аракал 640 как бы использовать для этого раджет но если вы хотите долговременный вариант там вывеска какая-то которая должна служить чтобы пленка прослужила точно дольше чем печать и уже просто по факту выцветания вы будете менять уже короб они по факту того что у вас пленка по отваливается там или потрескается поэтому использование полимерки рекомендую вам приобрести себе такую пленку посмотреть как она печатается как она печать печать на не кстати одинаково ложится разница в общем не видно но именно в нанесении другой вариант совсем потому что мономерка это по большому счету плоские поверхности и недолговременное использование полимерная пленка долговременное использование и плюс гнутой поверхности натяжка там под феном и все проще то есть вот эти авто винильные дела или какие-то стайлинговые вещи печать всех этих файлов мы осуществляли на нашем принтере волк 1801 ссылку на него я оставлю вот здесь естественно я пользовался нашими аксессуарами которые также можно приобретать у нас в компании вот этот нож который был на обзоре ссылочку на обзоре наверное прикреплю куда-нибудь сюда продолжаю его юзать наконец-то первый раз отломал лезвие это оказалось зря тупится он долго про скотч тоже обзор можете посмотреть я делал ссылку оставлю либо в описании либо вот здесь с вами был александр ефимов вы были в гостях у компании папиллонс ставим лайки обязательно оставляем комментарии и помню что все лучшее всегда только папиллонс всем пока